Десятки обесточенных населенных пунктов и разрушенных домов. Последствия мощного урагана устраняют в Брестском, Малорийском и Кобринском районах. Ветер ломал деревья, срывал крыши. Ущерб придется подсчитывать несколько дней. Поток воздуха выбил окно, сорвал крышу, обрушил часть кирпичной стены жилого дома, обломки шифера разбросало по всему двору. Оказание помощи затрудняли завалы на дорогах. Пострадало 4 лесничества Малорийского района. Кроме того, десятки деревень остались без света. Подачу электричества в районах восстанавливали 26 аварийных бригад. Непогода натворила бед в Китае. Потоком реки смыл древний мост, построенный более чем 480 лет назад. Его длина 133 метра. Река вышла из берегов из-за сильных дождей. Никто не пострадал. Словения восстанавливается после раструшительного шторма. Восстанавливают автодороги и фасады зданий. В некоторых домах снесло крыши. Пока весь мир спасается от ливней, Украина пылает огнем. В Луганской области жертвами природного пожара стали 6 человек. Огонь уже уничтожил более 100 жилых домов. Горит 85 гектаров. Сильный ветер раздувает пламя. Постоянно возникают новые очаги. Пожарные не справляются. Им помогают сотни полицейских и военных. Задействована также вся имеющаяся техника. Но пока взять ситуацию под контроль не удается. Завтра днем в Бобруське возможен дождь. Ветер западный. Температура воздуха будет держаться на отметке плюс 20. Ночью похладает до 10-12 градусов тепла.